В Беларуси разработана схема, по которой будет развиваться придорожный сервис до 2020 года. Она охватывает все регионы, разумеется, особое внимание республиканским дорогам. Тему сервиса сегодня подняли в правительстве. Итак, перед транспортниками стоит задача создать достойные условия для получения необходимых услуг. О важном направлении для транзитного государства Анастасия Иваникова. Беларусь как жемчужина нового шелкового пути и как страна, расположенная на пути между Европой и Азией. Транзитным государством Синёку называют не случайно. Мы находимся на пересечении международных транспортных коридоров. Север, юг и запад, восток. Ежегодно через территорию нашей страны следует до 100 миллионов тонн европейских грузов. Через Беларусь проходят два транспортных коридора. Первый соединяет Германию, Польшу, Беларусь и Россию. Второй Финляндию, Россию, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Грецию. Такая транзитная карта обязывает в первую очередь к развитию придорожного сервиса. Как раз развитие сферы услуг говорили сегодня в Совмине. Доступные качественные услуги придорожного сервиса – это не только экономическая составляющая экспорт услуг, но и имидж страны. И каков он тот самый имидж страны? Взглянем на белорусский придорожный сервис глазами автомобилиста. Хорошие дороги, а главное – множество автозаправок, пунктов питания и торговли. Всё это замечаешь невооружённым глазом. Отмечают это и опытные водители, и все те, кто уже исколесил многие дороги синёкой. Говорят о достаточном количестве заправок, автомоек. Есть заправки вообще замечательные. Даже знаю, иду, что там бесплатные есть. Правда, отмечают и то, что над чем работать есть. Гродницкая область получше дороги. Ну, Гомельская, Витебская поменьше там вот этих всех стоит. Ну, строится сейчас всё. Украинец Владимир Воронский уже шестой год вводит грузы по белорусским дорогам. На его рабочей карте Беларусь, Россия и Прибалтика. Сравнить есть чем. В Беларуси, будем говорить, это одна из трёх самых лучших дорог, самый лучший сервис. Сейчас в Синеоке примерно 1700 объектов различной специализации. Но строительство не прекращается. Более 90 вот-вот появятся на белорусских картах. Более 200 объектов проектируются. Участвуют в этом и иностранные инвесторы. Генеральная схема придорожного сервиса, разработанная до 2020 года. Главная задача этой генеральной схемы, это выполнение поручений, которые были даны президентом, связанным, чтобы это не были земли сельскохозяйственного назначения. Чтобы мы придорожный сервис где-то размещали ближе к населённым пунктам. Больше всего в придорожном сервисе недостаёт пунктов питания. В ближайшие 4 года построить планируют 158 кафе. Спрос есть. Как среди белорусских водителей, так и среди иностранных гостей. Это кафе в Могилёвской области тому подтверждение. У нас основной гостью россияне, дальнобойщики заезжают. Сервис развит на должном уровне. Дело в том, что я был не только в России, в Украине, но и в Казахстан. Не хватает кемпингов таких, можно где остановиться с палаткой. Как бы то ни было, развитие придорожного сервиса не стоит на месте. Ведь это без преувеличения визитная карточка страны.